Трудовой кодекс, десятки поправок, чье обсуждение составляло большую половину парламентских прений, каждый раз сопровождался акциями несогласия со стороны профсоюзов. Все-таки был утвержден большинством Сейма, но президента не убедил. Глава страны усмотрела в нововведениях преобладание прав работодателей и объявила негодными более 20 пунктов кодекса. Очевидно, что поспешно по принципу бульдозера, приняв такой большой и важный документ, забыт работник и социальная защищенность. Поэтому ошибок не избежали. Поспешно избран путь неолиберализма, который 27 лет независимости утверждает доминирование работодателя и нарушает первостепенные нужды работника. Видимо, предощущая решение президента, ассоциация работодателей с утра пошла на попятную и заявила, что так называемый договор ноля часов, не гарантирующий сотруднику объем работ и, соответственно, заработок, не войдет в документ. Некоторые из сторонников нового кодекса сочли добрым знаком, что президент не весь пакет забраковала, а только пару десятков поправок. Однако более радикально настроенные заявили, что наложение вета на либеральнейший кодекс труда – не что иное, как политическая близорукость и боязнь перемен. Но самым категоричным в оценке мнения президента оказался премьер. «Нас возвращают к советской реликвии», – сказал Буткевичус. «Очевидно, что глава страны не услышала аргументированного голоса ученых, прогрессивных работодателей, международных организаций, литовских молодежных организаций и голосов парламентариев, представляющих все слои общества. В случае совещания в коалиции, если вета не будет отклонено, нам придется вернуться к Старому кодексу, большинство положений в котором осталось с советских времен». Такое явное размежевание в руководстве страны озадачило даже студентов, с прошлой недели живущих у входа в правительство. Так оставаться или сворачивать лагерь? Вопрос отложили до вечера. «Всякое бывает, и дождь льет по ночам. Не могу сказать, что условия курортные, но жить можно. Сегодня вечером соберемся и решим, что делать. Даже в случае вета мы все равно будем наблюдать за правительством». К вечеру правящие заявили, что соберут коалицию на совет, чтобы решить, как быть с кодексом дальше. Всеми предпочитают надеяться, что президент передумает и согласится на все 20 с лишним поправок. В противном случае депутатам придется отложить отпуска и вернуться к рутине норм трудового права.